Я часто задавался вопросом, откуда в Азербайджане столь грамотный подход к информационной войне, методологии этого явления, легендотворчеству, если можно так выразиться. Ведь этому независимому государству чуть меньше 25 лет, постстуденческий, так сказать, возраст, а рука набита, как у прожженного старика с небольшими вариациями психического отклонения. Маразма, например. Что, кстати, тоже порой свойственно объектам геронтологии. Конечно, не исключаю, что проплачивания имеют место быть. Некто могут писать за Азербайджан их же историю и культуру. Как это было, например, в СССР, когда создавался новый народ у берегов Аракса и Куры. Кстати, вспомнился Мцирий Михаил Юрьевич Лермонтова. Немного лет тому назад, там, где сливаясь и шумят, обнявшись будто две сестры, струи Арагвы и Куры. Речь, конечно, не об Араксе, а об Арагве, но тоже очень красиво. Однако не будем отвлекаться от темы. Так вот, проплачивание имеет место быть, и это несомненно. Но, согласитесь, создавать исторические легенды про свой и чужой народы тоже дорогого стоит. И здесь нужен определенный исторический багаж знания, чтобы можно было красиво и безупречно подать. Красиво и безупречно для дилетантов, либо мало знающих мировую историю или историю региона людей. Именно на такую публику ориентирована азербайджанская гуманитарная наука, у которой имеются свои горе-корифеи в лице Зии Буньятова или Фариды Мамедовой. Но, как оказалось, они лишь поперчили. А само блюдо под названием безимгель было приготовлено задолго до них. В 1920-30-х годах прошлого столетия. И не в Азербайджане. Как вы догадались, это было в Турции. Кто ищет, тот всегда найдет. И я нашел. Нашел весь этот хлам и бред, которым нынче пользуется азербайджанская гуманитарная наука. Все эти ированы, ревангулуханы, тюрко-шумеры, армяно-тюрки, тюрко-византийцы и прочие придуманы не азербайджанцами, а турками. А Азербайджан всего лишь сбезимдирил, то есть перенял готовый продукт и выдает под этим своим соусом авторством деткам и студентам в школах и вузах Азербайджана. Итак, турецкие фальсификации. Наша сегодняшняя тема. А началось все с идеи пантюркизма, который изродился, кстати говоря, в Турции. К сожалению, всегда находятся ученые и нередко крупные ученые, которые легко приспосабливаются к политической системе и становятся ангажированными. В Азербайджане стал таковым Зия Буниатов, который, кстати говоря, талыш по отцу и русский по матери. В Германии в годы национал-социалистов ангажированным ученым стал гениальнейший немецкий иронист Ханс Шедер. В Турции, на заре Ататюрского турецкого государства, на алтарь системой положили историческую науку ряд турецких ученых Хрзоглу, Эйнгин, Эсад Урас, Тоган и ряд других турецких ученых начала 20 века, которые, впрочем, сфальсифицировали армянское все, что можно было сфальсифицировать. Сегодня азербайджанским ученым не нужно особо напрягаться, стоит лишь раскрыть османские и ранне турецкие умозаключения и выдавать на страницах своих книг и диссертаций. В ранних турецких источниках можно найти много любопытного, многое из того, что нынче распространяется Азербайджаном. Разница лишь в том, что Азербайджану приходится лишь тюркизировать автохтонов своего региона, Албан, Кадусиев, например. А турки тюркизировали армян, капотокийцев, фригийцев, лувийцев и даже больше. Выходили за пределы своей страны, тюркизируя даже набатеев и шумеров. Впрочем, нас интересуют армяне. Остальных коснемся лишь между словом. В книге Екитархи «Семь историй» турецкого историка Арины Энгина имеются такие строки на странице 92. Культуру, называемую Арменияк, задолго до прихода арийцев создали туранцы. Как вы понимаете, под туранцами Энгин подразумевает тюрок. Другой турецкий автор Али Кемал в 30-х годах писал в книге «Эрзинджан» на странице 12, что до VI века до н.э. восточной Анатолии не было ни одного армянина и не существовало названия Армения. Здесь имелось созданное турками Турано-Урартское государство. Что ж, если турками являются урарты, то почему бы не быть турками хуритом? По словам другого турецкого историка Тугана, хуриты являются одним из тюркских племен, поскольку в их этнографии имеется ряд характерных черт, которые являются общими с турками, а именно любовь к коневодству. Впрочем, в этой книге тюрками называются и шумеры. Обо всем этом автор пишет в книге «Умууми» Тюрк Тарих и Негерич «Видение в турецкую историю». Интересная штуковина получается. В Иране и Китае одинаково любят рис. Неужто китайцы и иранцы родственны? Впрочем, почему бы и нет? Там, за Гендукушем, чуть к востоку от иранского мира, начинается Китай. Кстати, учитывая, что книга написана в 1932 году, турок называет нынешних азербайджанцев азербайджанскими татарами, перечисляя крымские татары, казанские татары, азербайджанские татары и так далее. Подобно нынешней азербайджанской политике, кемалисты еще в 30-х годах прошлого столетия поставили перед турецкими историками задачу научно обосновать историческое право на Малую Азию. Доказать, что турки являются древнейшим аборигенным народом Малой Азии. История точь-в-точь повторяется через много десятилетий в другом тюркском государстве у Каспия, Азербайджанской республики. В этой стране история переписана из турецкого опыта один в один, вплоть до лидера своего родного татюрка, азератюрка Гейдара Алиева. Разница лишь в том, что Гейдар Алиев не позаботился о своем имени и не ставил задачу перед азербайджанскими учеными провести лингвоисторический обзор имени Гейдар. Видимо, он не знал, что кроме имени это еще и психологический научный термин, применяемый к лицам, имеющим способность определять сексуальную ориентацию других людей, исходя из внешности, вербального контакта и прочего. Его коллега из-за вождей нации в другом тюркском образовании, Мустафа Кемаль, пошел значительно вперед в вопросе собственной аномастики. На то и старший брат. Когда Алина Энгин доказывал, что хетты это тюрки, он ссылался на две доказательные базы. Антропологическую, мол, хетты были брахицефалами, как и турки. И лингвистическую. Здесь уже сыграл роль сам Ататюрк. По словам Энгина, в той же книге слова хатти, эти, кстати, называть хеттов эти, предложил Ататюрк, является ничем иным, как турецким словом ата, праотец. Такая вот шаурма получается. Уверен, что азербайджанские академики за поем штудируют турецкие источники и выдают сфальсифицированные труды своих старших братьев Агабеев за свои собственные. Ведь выдумывать ничего не приходится. Все выдумано 80 лет назад турками, только нужно вовремя заменять термины турок на азербайджанец. И все будет замечательно. Вот что говорит любимая мною научная клоунесса Фарида Хануммамедова об албанах, об утиях. Государство, албанское государство, 12 век. Когда обузы цирки шли, то из Гянджи, часть албан, из Гянджи, они были обеспокоены, как обузы отнесутся к христианскому населению. И они эмигрировали. Это была первая волна албанских мигрантов. Они ушли в Киликию. А Киликия – это северо-восточный побережье Средиземного моря. Там они создали свою династию. Тот, который выходец был, он был Хетун. Хетун. А имени Хетун. И они основали династию Хетунидов. Еще ее называют Хешумидов. Это была албанская династия. Там очень интересно. Армяне это государство выдавали за армянское. После моего исследования они уже его не называют армянским. Там у меня доказано, кроме всего прочего, что эти албаны поддерживали тесную связь с исторической родиной, с Азербайджаном. Такие вот албаны в представлении Мамедовой пошли бродить на запад и попали в Киликию, современная Турция, где и основали албанскую Киликию, о которой известно только в Азербайджане. И оттуда Азербайджану приветы передавали. Между тем, когда Мамедова и Азера Академнаука отправила албан на запад, в Турцию, турецкая Академнаука почему-то отказывается их принимать у себя и говорит о том, что албаны, утии, наоборот, пришли в Азербайджан уже будучи тюрками. И пришли очень давно, во времена саков, а за многовековую историю забыли свой родной тюркский язык и заговорили на кавказском утийском. Например, все в той же книге Тугана говорится следующее. Перевожу с оригинала. Одним из народов, пришедших и обосновавшихся в Азербайджане и родственных тюркам, являются Уды, Удины или Утийцы. Они, по-видимому, пришли вместе с саками. Саки, как вы понимаете, тоже объявлены тюрками. Страбон упоминает их под названием Уити. При нем они жили на западе современного Гянджи, на месте древних саков. Во времена арабов часть этого народа, проживавшая в Карабахе, упоминается в связи с участием Бабека под названиями Уд или Уадин. Их предводитель носил турецкую кличку Тархан. В области, носившей их наименование, то есть в области Гянджи, они имели крепость под названием Халхал. Это слово произошло от турецкого Калган. Утийцы, подобно аварцам Дагестана, забыли свой родной язык тюркский или один из алтайских языков и утеряли свою самостоятельность. Напомню, что упомянутый автор, как и остальные упомянутые мной турецкие авторы, являлись в свое время крупными учеными турецкой историографии. Их задача была не столько тюркизировать все народы региона, и армян в том числе, но и вовсе как можно реже упоминать армян и армянские топонимы, заменяя то же самое армянское Нагорье на доуанадолудалары, восточно-анаталийские горы, Нагорье. Все это делалось, как вы понимаете, на основе пантюркистской идеологии. Учитывая, что большая часть Армении принадлежала Турции, то проблем с уничтожением армянских следов не возникало. К тому же, тюркизировались не только топонимы, но и армянские исторические персонажи. Например, в книге Шамседдина Гюналтая, Ромалалар, Замананда, Каппадокия, Понтвия, Артаксиад, Кралкларе, говорится, что Тигран II был турком. И вообще весь род арташесидов это турки. И в то же время дальше начинает писать о нем с ненавистью и неприязнью, как могут только турки писать об армянах, называя Тиграна II жестоким тираном, который нес завоеванным народом гнеты и ограбления. Дикое и бесчеловечное отношение, называя армянского, пардон, турецкого царя, величайшим предателем, имея в виду отношение монарха к своему тестю Митридату Евпатору. Шамседдин Гюналтай не щадил своей желчи, брызгая ею в Тиграна II, словно сам являлся Митридатом Евпатором. Рядом с именем Тиграна II присутствуют часто такие слова, как Хаин Тигран, Тигран предатель, Сарсям Тигран, Идиот Тигран, Ирадосис слабовольный, Алчах Рухлу, обладатель низкой души и так далее. И что самое примечательное, если анатолийские тюрки, хоть и с ненавистью, хоть и туркам, но признают этот исторический персонаж, то шерванские тюрки Азербайджанской республики и вовсе считают, что Тигран II мифический персонаж. Мол, не было никакого Тиграна, ни первого, ни второго. Но и это еще не все. Турецкими авторами отуречены почти все армянские полководцы, знаменитые рода, ученые и мыслители. Особое внимание этому уделяются в книге Тахреддина Крзоглу «Карст-Арихи. История Карса», вышедшая в 1953 году. В ней автор приводит сведения, в которых род Багратуни становится тюркским сельджукским родом Багрды, Багрды-бей. Мамиканьяны из тюркского рода Каракойунлу, Мамкын. Род Рштуни также из тюркского Решетбеев, а Багратуни названы тюрком Баяндыром и вовсе считаются тюрком сельджуком, хотя бы потому, что, как показалось автору, между архитектурными памятниками Багратуни и сельджуков имеется много сходного, забывая, что авторами архитектурных памятников малазийских сельджуков были армяне. Об этом пишет известный тюрколог Владимир Горглевский в книге «Государство сельджуков Малой Азии», вышедшей в 1941 году в Москве, да и Иосиф Арбели в «Проблеме сельджукского искусства», что памятники иконии столицы сельджукского султаната были созданы армянскими архитекторами и мастерами. Но ведь и это еще не все. Тюркизацией подверглись такие армянские мыслители, как Агатангелос, Лазаре Парпетти, названный тюрком Лазаром Парбели, Мовсес Каганкатваци, названный тюрками Мовсесом Каланкатуйклуб, и самое важное, Месроп Маштоц. Турецкие авторы уверены, что Маштоц был турецким ученым. Так как он родился в провинции Тарон, которая была населена тюрками Каракоюнлу. Каракоюн в переводе с тюркского «черный баран». Как лихо турки накладывают друг на друга термины «ученый» и «баран». Я думаю, так могут только турки. Кстати, и армянскую провинцию Туруберан тоже называют турецкой «теребаран». Вот такая любовь к баранам. Вообще турки народ странный. Им не приходит в голову назвать греческого Платона турецким «пилатабей». Впрочем, младшие научные сотрудники турок в Азербайджане недалеко ушли от первых. Значит, для албанского населения Киликии, потому что с ними тоже ушли албаны, создать свод законов, судебник. Они обращаются и к римскому своду законов. А там в Киликии, кроме албан пришедших, население было пестрое. Там были и греки, и латинины, многое с чего было. И какой же им дать судебник? И испробовав все, они обращаются к судебнику албанского населения Азербайджана, к судебнику Мухтара Гоша. Вот и армянин Мхитар Гош стал Мухтаром Гошем. Возможно, кому-то из вас сразу вспомнился фильм «Ко мне Мухтар». Но я почему-то сразу подумал об этой статейке в московском комсомольце, где я одно время проработал. Смерть да и только. Фариде Ханум Мамедову и даже в голову не пришло, что Мухтар имя арабское. И распространилось оно во времена халифата и в среде мусульманских народов. Албаны и христиане, если Мхитар Гош был албаном, то не мог носить мусульманское имя. Тем более в начале 12 века. И что самое важное для всего мира Мхитар Гош армянский мыслитель. Для России, для англоязычного мира, для франкоязычного мира, для поляков, для грузин, для иранцев и ираноязычного мира, и только для азербайджанцев Мхитар Гош никто иной, как албанский мыслитель. Только почему-то авторам статьи совести не хватило переименовать его в Мухтара. Пока только на словах. А ссылочку привели на своих же азербайджанских горе-авторов Фариду Мамедову и Зию Буниатову. Примерно так рождается не только альтернативная история соседей, но и альтернативные имена соседей, когда Месроп становится Масхадом, Мхитар Мухтаром, Карен Керимом, Апогос Поладом. Любопытно, что тот же Карст Харихи сообщает, что восточную Анатолию населяли тюркские племена Каракоинлу. И более того, делает их автохтонами края. Автохтонность Каракоинлу предлагается авторам за счет тех же армян. Писака уверен, что армяне один из потомков тюрок Каракоинлу. Только охристианизировавшиеся. И никого не волнует тот факт, что армяне приняли христианство в 301 году н.э. А Каракоинлу появились в регионе в начале 15 века н.э. А если учитывать, что армяне говорят далеко не на тюркском языке, то чей язык присвоили армяне? Каракоинлу нынче уже на небесах. Но живущим горе-историкам из Баку и Анкары хотелось бы задать вопрос. Откуда у армян книги и рукописи, надписи на камнях, оставленные армянами на армянском языке задолго до прихода тюрок в регион? И о ком писал, описывая армян, так называемых турками, восточной Анатолии, французский путешественник Жан-Батист Авернье в книге «Лёсис Вояж», впервые вышедший в Париже в 1713 году. Кстати, армянам посвящено несколько глав. И ни о какой восточной Анатолии речи в книге нет. Только Арменьелл. Можно привести и пример Ибн Батуту или Марко Поло, чего я и делал часто в прошедших выпусках и кого только не выкладывал. Масса оставленных книг и рукописей об Армении и армянах. Нужно только выключить политический ангажемент и заняться строго наукой. Что касается отношения османов к христианским народам после завоевания Византии, то здесь турецкие историографы расходятся во мнении. Причем те историографы, которые были свидетелями отношений османов к христианам, писали правду, а современные историки турецкие уже искажают исторический факт и говорят, что христиане Османской империи жили куда лучше самих мусульман. Убеждают, что бывали случаи, когда за одного убитого христианина к смертной казни были приговорены 11 мусульман. Мне сложно сказать, откуда турецко-азербайджанские авторы черпают информацию из старины глубокой. Но очень часто ссылки не приводятся в их практике. Если сноски и красуются под текстами их работ, то они либо говорят о собственных работах, когда Фарида Мамедова ссылается на Фариду Мамедову раннюю, либо на своих же соотечественников-современников. Такая практика перенята азербайджанскими гуманитариями также из Турции. Османские же источники, как я упомянул выше, говорят об обратном. Например, известный турецкий историк 16 века Печеви, будучи современником Османа-Персидской войны, пишет следующее о 1554 годе. Двинувшись от Шурагяла на Ереван, наша армия сожгла дворцы шахов и ханов. Все сравняли с землей. Армия грабила повсюду. А все то, что нельзя было унести, уничтожалось на месте. Города и села, дома и строения были так разорены, что стали гнездами сов и ворон. Вот такие чудовищные события описывает Печеви о своих соплеменниках в Тарихе Печеви. А если эту книгу почитать дальше, то можно найти и истоки извращения турок, о которых писал Печеви и позже другой турецкий путешественник, о котором мы однажды говорили, Эвлия Челеби. К примеру, описывая отношения завоевателей к местным армянам, христианам, что среди награбленной богатой добычи были юные любовники с телом, подобным серебру, молодые и прекрасные девушки с лицом, похожим на розу. Не было ни одной палатки, в которой число любовников и любовниц было меньше трех. Мне очень хочется надеяться, что современная теоркология, в частности Академия наук Республики Армения, все же найдет в себе силы и переведет на русский язык Печеви. Я понимаю, что на это нужны средства, но можно сэкономить на чем-то другом, например, не издавать какие-то иные собственные научные труды или привлечь спонсоров. Лично я готов выполнить часть архаичного османского перевода бесплатно и тем самым внести свою лепту в армянскую гуманитарную науку. Что касается вопроса об этносе современных турок, то, несомненно, в их генах течет нынче и армянская кровь в том числе. Но не потому, что армяне тюрки, как об этом говорит турецкая наука, а потому, что османы благодаря их же источникам отуречивали армян. Особенно в 16 веке и особенно в 1584 году, когда турки разорили Ереван, разграбили его и угнали в плен жителей города и прежде всего армян. Об этом пишут и Печеви, и английский купец 16 века Джон Ньютон, который упомянул в последних войнах Персии, то есть войне 1578-1584 годов, было взято много пленных армян, христиан в Ереване и других местах. В последующие периоды турки часто заполняли свои гаремы не только, как они выражались, прекрасными гулямами, то есть юношами, взятых в плен из автохтонных народов региона от Балкан до Леванты и Северной Африки, но и девушками, которые производили им на свет все больше новых турок, новых разновидностей турок, из-за чего со временем они расстались с тюркомонголоидными чертами и эпикантусом. Такая практика называлась у них «дефчерме». Термин от глагола «дефчермяк» – собирать цветы, плоды и прочее. Позже «дефчерме» превратился в один из пяти налогов, которыми платили христианские народы империи туркам. Те считали, что побежденные народы – собственность победителей, которым принадлежит и все их имущество, и жены, и дети побежденных, как законная добыча. И побежденные обязаны были платить «дефчерме», то есть отдать туркам одного из своих сыновей или единственного сына. Несчастным родителям приходилось делать это, и в этом они видели один большой плюс для собственного сына. Он хоть и будет насильственно обращен в ислам, но когда повзрослеет, станет счастливее своих родителей, так как будет освобожден от многочисленных налогов и обретет вечное спасение на государственной службе в рядах османской армии. Иначе говоря, станет полноценным туркам. Сыновей своих эти родители больше не видели. Кстати, самое раннее упоминание иностранцев о «дефчерме» у австрийского историка, востоковеда и дипломата, барона Йозефа Хаммера, который в первой половине XIX века оставил свой десятитомный труд «История Османской империи». Также в Стамбуле, во дворце Топкале, сохранилась гравюра с изображением «Дани дефчерме». Сейчас она перед вами. На переднем плане изображены дети, мальчики, насильственно взятые у их родителей. Совсем скоро из них и их потомков вырастут янычары и новая разновидность, если так можно выразиться, турок. Янычар, конечно же, турецкое слово и переводится с османского языка янычарей «новый воин». Позже эти новые воины принесут новые страдания автохтонным народам империи. И не случайно армянский историк, автор хронографии Григор Даранагетти обыграл этот термин и назвал новых воинов янычар – новое зло. Имея в виду армянское чар – зло. Такова история. Порой она может быть и позорной. Оттого и прикрывают свой исторический срам наши соседи. А чтобы прикрыть этот срам, фигового листа маловато. Вот и приходится прикрывать историческим и культурным наследием тех, кто зародился и жил в регионе с незапамятных времен. Многие из этих народов канули из исторической арены. Сегодня нет наших родственных народов – ригейцев, ракейцев, хеттов, лувийцев, хуритов и прочих. Но часть из них в нас. Их кровь продолжает жить в народах, которые сохранились по сей день – армянах, греках. Мы-то живы. И нашим живым народам порой бывает грустно и одновременно злостно, когда некие варвары из среднеазиатских степей мало того, что поселились в наших домах, так еще и мебель нашу переставляют и соленья присваивают. Спасибо. 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 Спасибо.